Вы на YouTube-канале Брестская крепость. Здравствуйте! Сегодня прогуляемся с вами к Тереспольским воротам. Итак, Тереспольские ворота. О том, что здесь происходило в июне 1941 года, можно писать целые книги. Не упомянуть, находясь в этом месте, таких людей, как Потапов, Санин, Наганов, герой Советского Союза, начальник погранзаставы Андрей Митрофанович Кижеватов, нельзя. На сегодня нас интересует, почему эти ворота в период оккупации изменили свой вид. На архивных снимках мы можем заметить, что внешняя часть ворота имела арочный свод. Оккупанты же переделали ее прямоугольной. Есть две основных версии. Первое говорит о том, что в конце августа, когда сюда приезжали Гитлер и Муссолини, немецкая команда не очень боялась, как бы на голову Гитлеру не свалился кирпич. И башню, которая в 1941 году понесла значительные повреждения, разобрали, а для большей безопасности еще и переделали вид внешних ворот. Но внутреннюю часть ворот оставили в прежнем виде, она так и осталась, арочной. И другая версия говорит о том, что данные ворота по своим говоритам не удовлетворяли для проезда немецкой техники. Тем не менее, сейчас их высота такая, что тут может проехать даже современная большегрузная фура. Для чего же все-таки это изменили? Если мы обратимся опять-таки к архивным фотографиям, то увидим, что высота проема в этом месте, если сравнивать с человеческим ростом, не превышала 5 метров. Сейчас однозначно больше. Сколько точно мы можем измерить с помощью этого прибора? Итак, устанавливаем в лазерный дальномер. Высота 6 метров 57 сантиметров. 2 метра земли отсюда было убрано уже в современности. В 60-е годы здесь еще было гораздо выше уровень земли, чем он находится сейчас. В 2011 году при открытии памятника воинам-пограничникам, их женщинам и детям, мужеством и бессмертия шагнувшим, здесь была произведена большая реконструкция. Получается, что около 2 метров земли со средней части сняли. В этом можно убедиться, если мы посмотрим на противоположный берег. Он значительно выше, чем этот. Сделано это было, вероятно, для того, чтобы мост, который здесь уже строили в польское время, был как можно выше над руслом западного Буга. Возможно, это предназначалось для того, чтобы река была более судоходной. Ответ на этот вопрос пока отсутствует. Так что версия о том, что сделано это было для того, чтобы обезопасить Гитлера, на сегодняшний день отпадает. Проем был действительно очень низким. И даже с внутренней стороны он был значительно ниже, чем сейчас. Об этом свидетельствует фотография въезда немецкого грузовика в ворота. Но не рассказать все-таки об одной истории, которая здесь произошла, очень яркой истории, я не могу. В этих воротах в конце июня 1941 года располагался немецкий штаб. Именно отсюда велось управление штурмом дома офицеров. Именно на этом месте располагался стол, покрытый белой скатертью, за которым сидели люди, которые пришли к нам наводить свой новый порядок. Довольные сытые лица, глумления по отношению ко всему тому, что они увидели здесь. Карты на столе, полевой телефон и бутылка московской водки. В начале июля мимо них гнали на расчистку завалов группу наших военнопленных. Изможденные, усталые лица, люди, прошедшие через зад обороны, но не сломленные. И один из них, увидев эту бутылку, сказал, «Смотри, как гады, уже нашу московскую пьют». Схватил со стола булыжник и запустил бутылку. Бутылка разбилась, залила карты. Немцы сразу же застрелили этого бойца, а всех остальных жестоко избили. Можно ли называть это героизмом? Принято считать, что героизм проявляется в бою. А здесь не то, что боя. Даже угрозы жизни для врага не было. Целью была бутылка водки. Как-то пошло и мелко, но это только на первый взгляд. Раз за разом подобные случаи вдалбливали в мозг воякам, объявившимся арийской расой, что поход на восток – это совсем не то, что им пришлось увидеть в Европе. Что эти люди среди развалин Бреста, Смоленска, Сталинграда будут биться до последнего, пока их легкие наполняют воздух. И раз за разом гитлеровцы теряли веру в свою победу. А без нее их участие в войне теряло смысл. Так что в моральном плане этот безымянный герой действительно совершил подвиг. Только целью его боя стали не немецкие тела, а непоколебимая уверенность немцев в собственном превосходстве. В советские годы это действительно называли героизмом. Позднее – неусломленностью. А сейчас в подаче исследователей, боряющихся за историческую правду, все чаще пытаются назвать фанатизмом. Вроде один поступок, а столько разных оценок в угоду времени. Но наша задача, наша задача – просто помнить. Помнить об этих людях так, как будто они до сих пор живы. С вами был YouTube-канал «Брестская крепость». Подписывайтесь, рассказывайте, помните. Субтитры создавал DimaTorzok